Дорогие товарищи, мы продолжаем перенимать верный опыт у людей, которые верны своей традиции много сотенлетней традиции. Вот так. И об регионах мы говорим из Папуа-Новой Гвинеи. И наш проводник в тот мир знаний Николай Николаевич Миклуха Маклай, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона. Научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Институт Востоковедения Российской Академии наук. Основатель, конечно же, и директор фонда имени Миклуха Маклая. Николай Николаевич, доброе утро. Доброе утро или же джамблябелен. По-нашему попуаски. Как еще раз? Еще раз ты джамблябелен. Это доброе утро, да? Это просто утро. Доброе, недоброе. Доброе длиннее. Сегодня мы поговорим о том, зачем именно мужчины в Папуа-Новой Гвинеи знают несколько языков. То есть, Николай Николаевич, сразу вопрос. Получается, женщины знают только один? Ну, дело в том, что на этой теме, я так понял, настояли все-таки вы, чтобы мы все-таки о мужчинах немного поговорили. Женщинам, конечно же, тоже нужно знать язык. Но мужчины в большей степени общаются, разумеется, потому что путешествия в другие деревни делают в основном мужчины. И во время переговоров именно они участвуют. И, конечно, знание языков в большей степени развивалось среди мужчин. Но ни в коей мере не будем умалять достоинства женщин. А то мы в последнее время их как-то не так сильно замечаем. Тоже знают, тоже знают популацкие женщины языки. Нет, нет, мы ее замечаем и перевоспитываем. Николай Николаевич, так вот на этой сравнительно, условно говоря, небольшой территории. Сколько там, напомните, пожалуйста, языков-то уживается вместе? Ну, смотрите, на этот год, 2022, прошу прощения, на прошлый год было зафиксировано 829 языков. До этого была информация о 867 языках. В начале того века ученые предположили, точнее, сосчитали, и, к сожалению, невозможно говорить о точности до каждой цифры, что всего 3000 языков, из которых на нашей планете, из которых на 900 языках говорят на острове Новая Гвинея. Вот вы представляете, какое количество? То есть, фактически... Николай Николаевич, а ученые понимают, в чем вот парадокс, что треть мировых языков сосредоточена на одном вот этом острове? Некоторые сейчас начинают проводить исследования в Африке и говорить о том, что там точно так же много языков, но пока мы не видим этих цифр. Безусловно, это тема для изучения, и мы с вами как раз будем этому посвящать время. Но именно в Папуло-Новой Гвинеи, если мы будем говорить о острове Новая Гвинея, и самой стране Папуло-Новой Гвинеи, такое количество языков обусловлено тем, что племена были достаточно изолированы и, соответственно, разговаривали на различных языках, включая племя из 300 человек, оно уже могло иметь свой язык. Но само по себе формирование вот этих племен и вот этих деревень, в которых говорили на разных языках, оно обычно происходило следующим образом. То есть, единая обычная история, потому что все-таки в большей степени несколько деревень говорят на одном языке, по крайней мере, понятном друг другу. И вот история создания этих деревень – это обычно история того, как пришли братья. Ну, вот, например, если мы говорим о береге Маклая, там есть Бонгу, там есть Гаренду, там есть Гумбу и Илек. И вот история того, что вот эти четыре брата и их имена, вот я только сейчас перечислил название деревень, они пришли, и вот фактически у них появился бонгуанский язык. Вот этот язык как раз первым начал изучать Миклуха Маклая, описал и вот 300 слов, 350 даже слов первых записал и смог с ними хороший добрый контакт найти, на котором я как раз вам и сейчас и сказал, на бонгуанском языке – Джамбля Билена. Николай Николаевич, а насколько этот язык сложен или прост? То есть он фонетически как-то вот сложен, как, например, азиатские многие языки, да, где важен тон, то есть звук того или иного слова, условно говоря, в зависимости от того, как прочтешь, смысл меняется. Одни и те же, условно говоря, буквы, да? А вот насколько папуасский язык, он сложен? Ну, папуасские или меланезийские языки, мы сейчас не будем вдаваться в сами детали истории, происхождения, но они, безусловно, различны. И вот, например, если мы говорим о всей территории острова Новая Гвинея, там существует и разная фонетика. Однако вот на берегу Маклая он фактически как птичий язык, мы как поем фактически, это очень просто. И если некоторые все-таки слова мы сможем выговаривать неверно, они все равно понимают. Ну, с уважением относятся к тому, что если мы говорим со своим русским акцентом. И вот я хочу обратить внимание, что каждый из папу Нового Гвинея абсолютно спокойно знает четыре языка. Это необходимость просто, ну, чтобы выжить. Во-первых, это первый язык своего племени. Второй язык – это язык межнационального общения. В основном это токписин. Этот язык, он пришел, когда пришли уже колонизаторы, скажем так, немцы, германцы, потом уже австралийцы. Он во многом схож с английским языком, но там достаточно простая грамматика, то есть фактически без всяких вот этих вот условий, как это есть в английском языке. И точно так же вот этот токписин, он используется для общения во всей стране. Официальный язык также является английским, но это язык образования в большей степени. То есть язык, на котором уже они получают образование, и язык соседнего племени. То есть минимум четыре языка, чтобы даже вот просто сходить в магазин, скажем так, ты уже знаешь. И у них за счет этого прекраснейшее восприятие. Вот мы с ними учили же даже русский язык, мы с вами потом можем об этом поговорить. И у них большие успехи. Хорошая фонетика и хорошее произношение, и хорошие успехи. Николай Николаевич, а вот хотел спросить, у их языков, да, местных именно, есть какие-то особенности? Что я имею в виду? Фонетические, да? То есть, например, условно говоря, что я имею в виду? Например, в японском языке нет буквы «л», они подставляют «р» туда, да? У корейцев, по-моему, совершенно наоборот. Вот все происходит. И, например, у англичан, например, вот в общеупотребительном английском языке нет слова «совесть». Это чувствуется. Вот. И что-то такое интересное именно в языковой структуре. Ведь язык является программатором сознания, да? Это носитель менталитета. То есть, что-то вас удивило вот в этом языке именно с точки зрения системы какой-то, да, которая, может быть, отличается от наших всех вот языков, да, европейских? Ну, интересно, вот есть такая особенность. И наши советские ученые, когда прибыли в 1971 году, на столетие после посещения Миклуха-Макая, берега Макая, они поприветствовали папуасов, когда прибыли, и сказали слово «мы». Вот у них есть слово «мы», имеющее значение, двойное значение. То есть, мы можем сказать, например, «мы с вами братья». Так вот, при правильном ударении, правильном произношении, «мы», может быть, «мы с вами братья», то есть, вся наша группа, которая приехала со мной, это мы с ними братья. А точно так же, при немножечко другом произношении, «мы с вами братья», это то есть братья с вами, как вот с папуасами, к которым мы приехали. Вот эта особенность есть. Откровенно скажу, мы во время экспедиции общались с ними на английском языке, они прекрасно понимают. И вот эти вот особенности, особенности в каждом языке, поскольку они действительно абсолютно разные, они в каждом существуют свои. Ну, мы можем говорить, например, о том, что появились русские слова, нам уже попроще, когда мы уже приезжаем, понимаете, да? То есть, топор – это русское уже слово, кукуруза. Ну, вот, соответственно, уже парочку слов есть. Кукуруза – то есть, там, получается, Хрущев побывал, что ли, у них в гостях кукуруза? Нет, вы знаете, не поверите, Хрущев уже потом, видимо, после этого. Но Хрущев серьезно повлиял на то, чтобы другая часть Папу-Новой Гвинеи, точнее, не Папу-Новой Гвинеи, а острова Новой Гвинеи, относилась к Индонезии. Во времена Хрущева как раз Советский Союз помогал освобождению от колониального ига, от нидерландских, скажем так, колонизаторов голландских, освобождению и, соответственно, присоединению к Индонезии. Это мы говорим о левом части. Николай Николаевич, понимаю. А вот вопрос. Об обучении этим языкам, как это происходит? То есть это лишь устный язык, без письменных всяких историй? То есть вот этих там 800 с лишним языков, у них есть письменное начертание? Это без письменной языки в большинстве своем. Дело в том, что существует язык токписин межнационального общения, который, как я сказал, уже пришел во время колонизаторов, в конце уже, получается, позитого века, то есть 19 века, и более стал распространен уже в начале 20, когда он уже начал активно использоваться. И он тот язык, на котором и есть письменность, которая используется, но он достаточно быстро меняется. Язык, который принимает и английские слова, и слова из тех языков, племен, которые они используют, то есть фактически он достаточно такой живой, подвижный, развивающийся. И, возможно, будут какие-то корректировки. Но на нем ведутся телевизионные передачи, и точно так же все записи документов точно так же на нем происходят. Но другие языки бесписьменные. То есть мы фактически понимаем, что они передавались на слух. То есть из поколения. И несмотря на прекрасные артефакты, которые у нас в музеях можно посмотреть, где там есть великолепная резьба, изображение рисунков и далее, казалось бы, ну почему бы не сделать точно так же и свой язык, как-то запечатлеть на бумаге или на другом каким-то образом. Но этого не было. Это бесписьменный язык в большинстве своем, по крайней мере, если говорить на примере большой достаточной территории Маданг, где находится берег Маклая. На других местах я так же знаю, что этого нет. Так же он бесписьменный. Поэтому так, все на память. Но при этом, такой короткий вопрос, при этом это люди абсолютно одинаковые по крови, по национальности, условно говоря, в биологическом отношении или в национальном. Антропологические? Да, антропологические. Только у них просто язык разный. Правильно я понимаю? Все правильно? Вы правильно понимаете. Я правильно понимаю. Николай Николаевич Миклух Маклай с нами сегодня. Племя незнакомое. Друзья мои, Николай Николаевич Миклух Маклай, основатель и директор фонда имени Миклух Маклай, исследователь папуасов. Наш знаменитый друг нашей передачи. Мы сегодня говорим о полиглотах, аборигенах, которые должны с детства знать как минимум 4 языка, чтобы жить на своей земле, да, общаться с соседями. Николай Николаевич, а вот новые понятия, да, которые приходят с новой цивилизацией, да, которая вот несколько веков уже проникает в Попо-Новая Гвинея. То есть, например, компьютер, космический корабль, там, я не знаю, микрокалькулятор, все что угодно, да. Ведь этих слов никогда не было. И вот вопрос такой. Обозначение этих новых вещей хотя бы даже, я уже не говорю о понятиях, да, сложных каких-то философских или психологических каких-то вещей, да, которые в наш язык лезут под вот этими чудовищными именами из серии газлайтинг, потом, фу, мерзость и прочее. Вот они как бы остаются только в этом англофицированном общем языке или внедряются еще и в эти простые местные деревенские языки? То есть, проникает ли вот эта цивилизация во все наречия, которые там присутствуют? Ну, как я сказал, язык достаточно живой, и поэтому, безусловно, проникает, но вот правильно вы обратили внимание, что он фактически используется с тем же англосаксонским, английским или немецким, тем названием, которое конкретно имеет тот или иной объект. Вот если мы будем говорить про космические корабли, то в папуасках языках их не было. И, соответственно, во время того, как они будут говорить на своем наречии или же на своем языке папуасском, да, соответственно, бунгуанском, они будут использовать и дополнительно английское слово. То есть, в этом плане язык в связи с тем, что они знают несколько языков, очень часто может в ходе даже самой речи не просто модифицироваться, они могут переходить из одного на другой язык. Вот у Миклуха Маклая, он записал первые папуасские языки, да, вот если мы так их будем говорить, то у него были некоторые нюансы, когда он представлял, что это все еще бунгуанский язык, когда к нему приезжали некоторые торговцы из деревни Били-Били. А они по-настоящему говорили, ну, мало того, что на австронизийских языках, они говорили еще и с своим тайным языком. То есть, они скрывали, например, во время своей торговли объекты географические и то количество товара, которое у них есть специально. И вот он об этом не знал. На тот момент и записывал, представляя, что это все еще бунгуанский. Потом только выяснились некоторые нюансы, что оказывается, это они так скрывали от окружающих информацию о том, где они торгуют и какими объектами они торгуют. Вот настолько у них действительно язык, знание языков, да, сразу же нескольких языков, оно позволяет переходить моментально от одного к другому. И в некоторых случаях не заимствуются слова, не интегрируются абсолютно именно в язык, а именно добавляются из знания другого языка. Вот таким образом. А в каком возрасте-то они уже начинают учить? И к какому возрасту они знают эти четыре языка, которые в среднем им необходимы для жизни? Ну, как мы прекрасно понимаем, язык можно знать по-разному. И есть необходимость знания, например, английского языка для того, чтобы посещать школу. Соответственно, вот с того года, с 2022 года, даже введена государственная программа, когда детей уже, начиная с пяти лет, обязательным образом подготавливают и обучают английскому языку. Потому что во многих деревнях этому не сильно уделяют внимание. Отправляли детей сразу же в школу, они там уже потихонечку учили английский язык. И, соответственно, пропускали некоторые знания в связи с непониманием английского. И для этого вот существует эта программа, позволяющая получить уже знания английского языка. Ну, мы можем видеть, смотрите, 867 языков до этого было, сейчас 829 уже уменьшается. И это все... С вашей точки зрения, если вот эта программа, да, с принудительным обучением английскому с пяти лет, да, ну, вот у нас, мы имеем наш пример, да, у нас в стране очень любят родители, чтобы дети знали английский язык, по крайней мере, в крупных городах, и со второго класса, чтобы изучали английский, еще на русском-то не умеют без ошибок писать. Вот они уже учат английский, все, очень хотели отъехать, так сказать, на ПМЖ куда-нибудь подальше. И, правда, толку никакого на улицах у нас на английском не говорят. Все-таки вот особенность нашего школьного образования заключается в том, что все-таки вещи, которые заучивают люди, они так же быстро из башки-то и вылетают. И это нас, собственно говоря, сохраняет, да, нашу собственную культуру, потому что, слава богу, мы английский не используем в полной мере в нашей личной жизни, да, в обычной. А вот бабуасы рискуют, да, я так понимаю, они рискуют, и в силу того, что своих языков слишком много, и это не оправдано ничем. Ну, и английский, соответственно, универсальный, открывает двери в международное общение, в международную культуру, какой бы она ни была убогой. Вот, и есть риск, что произойдет очень быстрое, да, вымывание местных языков. Ну, считай, ребенок с пяти лет начал учить английский, а дети у него на каком уже будут говорить, если он так рано уже подключился к этой цивилизации, к чужой, да? Ну, английский идет в обучение в школе, у них, поскольку есть привычка знания нескольких языков, то так быстро это, конечно, не произойдет. Это многовековая привычка, ей нужно достаточно много лет для того, чтобы это изменилось. В деревнях говорят на токписин, как я сказал, язык межнационального общения в основном, и, соответственно, он достаточно, несмотря на то, что похож на английский, он много слов использует те, которые, ну, используют, в английском не используются. Николай Николаевич, а существует ли, так называемое, понятие титульной, условно говоря, нации, ну, то есть, какой-то преобладающий из этих 800 с лишним языков по численности носителей, или вот так все размазано ровно по столу? Конечно, не ровно, и вы знаете, вот исследователи разделили, что, ну, вот если мы говорим по количеству языков, да, что вот на трансновогвинейское фило, это не значит, что у нас это все говорят на одном языке, вот на трансновогвинейское фило, 490 языков, на ней говорят 3,5 миллиона, фило западного Попуа, 23 языка, 460 тысяч, и вот мы видим все равно, что даже вот, ну, и можно перечислять достаточно долго, да, то есть, я сделаю здесь некоторые пометки себе, что все равно от 300 до нескольких тысяч говорят на одном языке, то есть, нету... 300 человек, то есть, могут всего лишь, друзья мои, на язык был быть всего лишь у 300 человек, удивительно, Николай Николаевич Миклух Маклай, спасибо большое, как обычно, до новых встреч.